Привет, дорогой Виссарион. Нас уважаемый мастер Трис. Да. Я уже соскучился по общению, по интеллектуальному. Очень важно было с тобой переговорить. Я бы хотел, чтобы ты рассказал, как в прошлый раз мне намекал на то, что встреча с чудом дает человеку большие интересы к жизни. Но вот ты говорил про Эйнштейна. Расскажи, пожалуйста. Хорошо, конечно. Я сегодня в необычной для себя манере буду выступать. Я буду много цитировать Альшулера и других ученых. Так вот, анализируя биографии нескольких сотен творческих личностей, это те люди, которые оставили след в истории человечества, он предположил, что жажда познания у ребенка является результатом сильного удивления, восторга. И он назвал это очень четко и правильно, очень остро. Встреча с чудом. Я и многие другие ученики Альшулера тоже принимали в этом участие. Я писал в свое время по его шаблону биографию знаменитого нашего метеоролога Дьякова, который предсказывал катастрофы на Земле за полгода до их появления. Можете себе представить? Не могу себе представить, как это он. По пятнам на Солнце. При этом у него был только один телескоп, и практически даже он не фотографировал, а зарисовывал эти пятна. А чего сейчас делать этого, если тогда можно было делать? А потому что нечего будет делать тем, кто сейчас называется метеорологом. Это как раз та самая психическая инерция. Его даже книжку не издали. Он подготовил книгу, отдал в редакцию, и ее не издали. А человек работал примерно так. Что-то увидел на Солнце, просчитал по своей методике, и посылает, например, телеграмму правительству Франции. Откуда-то с Алтая там, черти где. Ну, там много светлых дней ясных, поэтому он наблюдал. Там и потом еще делали им лабораторию в Листвянке на Байкале. Там тоже очень много хороших светлых дней, солнечных. Посылает в правительство Франции. В январе этого года ожидаются сильные холода в Париже. Дьяков. Те смотрят, читают, звонят в посольство России. Кто такой Дьяков? А мы не знаем. Это 60-е годы. Где-то 63-й, что ли, год. В январе случаются дикие морозы, совершенно не характерные для Парижа. Погибает несколько десятков клошаров. Ну, это бездомные, бомжи по-нашему. И все равно впрок не идет. Значит, следующий момент. Жуткий ураган ожидался, по его прогнозам, ожидался на Кубе. Он Фиделю Кастро пишет письмо. Будет дикий ураган в сентябре. Подготовьте население, подготовьте все средства, значит, противостояние катастрофе. Фидель звонит в Москву, говорит, кто такой Дьяков? Никто не знает. Ну, и пропустили так мимо ушей. Налетел ураган. Я был в 80-м году на Кубе. Так вот, там были последствия 15 лет назад урагана. Представляете, что там творилось? Погибло тысячи, сотни людей погибли. Ну, плюс еще для промышленности. А Куба небогатая, мягко говоря, страна. Я понимаю. Там были вот видны последствия. Их помнили многие кубинцы. Ну, это немножко в сторону. Мы немножко об этом, но мы к этому вернемся, когда будем говорить о психической инерции. Так вот, встреча с чудом. И в своей работе «Жизненная стратегия творческой личности» Анн Шулер приводит несколько примеров. Ну, первый меня потряс, как физика просто. Альберту Эйнштейну в раннем детстве, лет пять ему было, отец подарил компас. Простой компас. Берешь, смотришь. Где север, где юг. И вот маленький Альбертик долго не мог понять, а как же так? К стрелке никто не прикасается, а она показывает на одно и то же место. Он был поражен, удивлен. Встреча с чудом. Помните, носит компас, а стрелка все время на одно показывает. Да, да, да. Он крутится сам, ребятеночек. Конечно, он поразился, наверное, да. И он в то же время, тогда же, примерно сформулировал. Я думаю, что вокруг стрелки есть что-то, что ее толкает. Ну, предполагалось магнитное поле. Потом, ну, мы все знаем, что это магнитное поле, северный магнитный полюс, который не совпадает с географическим, но тем не менее. Это же Эйнштейн вроде сказал, что я чувствую, что за вещами что-то стоит. Да, 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 да. Могу вам сказать, что вот он свою теорию относительности сделал. Потом сделал специальную теорию относительности. Это были 20-е годы. А умер он в 1953 году, занимаясь общей теорией поля. Он ее так и не сделал. Она до сих пор не сделана. Хотя участвуют в этом тысячи физиков. Понимаете? Но ребенок настолько зарядился вот этим стремлением. Получилось, что у него есть достойная цель, о которой мы говорили в прошлый раз, да? А сформировано это было в детстве. Вот это же интересно. Вот по моему мнению, у меня есть даже афоризм. Только почемучки становятся великими. Совершенно правильно. Потому что вот именно вопрос, который возникает у человека, побуждает мысль изучить вопрос, понятие. То есть по существу люди, которые не задаются вопросами, может быть им какое-то время они все задаются, когда маленькие. Да, да. А потом их отвергают, не отвечают. Вот, например, малыш пристает к маме или к папе. А почему это? Почему это? Он говорит, отстань, некогда. И их блокируют. Блокируют вот эту почемучку в нашем. Да. Ну, почемучка – это по-нашему любопытство, да? Верно ли? Конечно, конечно. Вот в какое время, у кого есть дети, я думаю, у многих есть, и вы помните, как они росли. В каком возрасте начинается вот это почемучество? Четыре-шесть лет, когда ребенок уже научился говорить, когда он что-то познал во внешнем мире. Папу спрашивал в три года, мне потом мама рассказывала, я папу в три года спрашивал, а что такое капитализм в три года? Во-во-во-во, это самое то. Итак, оказывается, что для того, чтобы вырастить творческого человека, ну или хотя бы не мешать ему, надо всячески поощрять вот это детское любопытство. Конечно, конечно. Совсем недавно я увидел про Эйнштейна такую небольшую заметочку, ее написала американская журналистка, которая в 45-м году, в июне, оказалась в Вене. Разрушенная Вена, ну 45-й год, представляете, что творилось в Германии после нашего наступления и так далее. Вена разрушена, но символ Вены – это фонтаны. Я не был никогда в Вене, но примерно представляю, венский вальс, там всякое такое, оперетто, ну много чего, такого хорошего, веселого, светлого в жизни. Вот на заднем плане, видите, девушка с гитарой. Это вот такое настроение было в Вене всегда, а тут раз, бомбежки, полуразрушенный город. Вот, и Венцы, для того, чтобы как бы начать подниматься над этим всем ужасом, хаосом, они запустили первый фонтан. Представляете, да? Вокруг разруха и фонтан. Отличный, отличное решение, отличный ход для того, чтобы люди хоть вспомнили, как это было раньше и начали возвращаться к тому, что это было, или строить новое. Так вот, это уже Марийска рассказывает об этом. Я, говорит, иду мимо фонтана, а фонтан струи так поднимаются, опускаются, знаете, есть такие, как будто дышат. Стоит мужик в шляпе, в потертом, достаточно неновом, скажем так, плаще, и головой так кивает, знаете, вот так смотрит на фонтан, и так вот головой. Саморегуляцией занимается, что это было? Нет. Я шучу. Круче. Она подошла и спрашивает, что вы делаете? Он говорит, а там радуга. Посмотрите. И они вместе стали, и точно там была радуга. Да, между брызгом, да. Она его спрашивает, как вас зовут? Он говорит, Альберт Эйнштейн. Представляете? Ну, абсолютно, да. Пройдя там, ну, он много чего пережил, там, иммиграция, его не признавали гражданином США, там, ну, плюс еще вот это давление, чтобы он свою теорию развивал, которая на самом деле не очень правильная. Я прямо вам скажу, как физик. Не важно. Важно, что этот человек сохранил любопытство. Не, а что ты хочешь сказать, как физик, что теория неправильная? Мне просто вопрос возник, интересно просто стало. Если набрать в интернете ошибки Эйнштейна, я это сделал лет пять назад, было 140 сайтов только на русском, где обсуждались ошибки Эйнштейна. В том числе, что скорость света, конечно, там, что она самая большая в мире, там, больше не бывает. Это постулат. Конечно, по этой константы, но если... Ну, а на самом деле, уже есть эксперименты, австралийцы поставили, что бывают процессы быстрее скорости света. Скорость мысли? Сейчас я могу подумать, что я высадился на Марс. Легко. Скорость мысли. Слушай, это мне задавал наш товарищ, у меня был друг, который говорил, что быстрее, скорость света или скорость мысли? Ну, конечно, но это немножко две разные реальности. Я понимаю. Образ представить, это немножко разные вещи, это просто не о том. Я говорю про физический эксперимент, который сделали австралийцы. Больше скорости света процентов на 20 получилось. Вот и все. Вообще про Эйнштейна разные говорят. А я знаю. Ну, начали говорить, типа, его жена это все придумала, да. Но я тебе скажу, ты извиняй, я тебя перебью сейчас на одну минутку буквально. Как я понимаю величие человека? Как я понимаю, что, может, жена у него и умница была, но что это Эйнштейн придумал в теории относительно? Потому что я знаю его афоризмы. Например, он там писал, что чтобы определить эффективность человека, надо смотреть по результату в системе координат. Например, если определить эффективность рыбы по ее скорости, как она лазит по деревьям, то можно сказать, что у него никакой эффективности нет. Ну, это и все. Ну, правильно. Он сам в свою же ловушку такую же попал. Он сделал вот это предположение, обозвал его постулатом и дальше работал в этом направлении. Давайте на нем не будем больше оставаться. Главное же, что он сказал, что теория относительности в том смысле, что человек, находящийся в летящем снаряде или в поезде, или в самолете, у него время идет одним образом. А на Земле, допустим, я читал фантастический рассказ, когда космонавт полетел до Альфа Центавра или еще куда-то, а вернулся. А на Земле за это время уже три поколения прошло. То есть другое… Да, на эту тему много фантастики существует. Я в детстве читал много ее. Я его теорию относительности в этом смысле понимаю. Я же не… Значит, Хасай Магомедович, в конце жизни, когда ему не удалось сделать теорию поля, его сильно критиковали за общую теорию относительности. Он написал не то, что сказал, а написал следующее, что теория относительности, вот стандартная теория относительности, она сделана правильно и нормально, а общую теорию относительности без введения туда Бога объяснить невозможно. Вот и все. Сам признался. Некое божественное начало. Давайте дальше пойдем. Нам времени не хватит. Конечно. Генриху Шлиману, будущему археологу, который раскопал легендарную Трою, отец в детстве подарил книгу «Всемирная история для детей». Она была богато иллюстрирована очень хорошо. Мальчик рассматривал иллюстрации и спросил, а правда, что древняя Троя имела такие большие стены, там трехметровой толщины стены были высокие. Маленький Генрих был поражен тем, что огромная крепость исчезла и никто не знал ее местонахождение. И поставил себе цель найти Трою. В 49 лет преуспевающий предприниматель, знающий многие языки, в том числе греческий, продает свой бизнес, все деньги вкладывает в экспедицию и снаряжает ее на поиски Троя. И он ее нашел. Но правда его тоже критикуют, говорят, что Троя совсем не там, она была гораздо больше, чем он нашел. Это другая часть. Мы иллюстрируем ту мысль Генриха Альшулера, который сказал, что ребенка подвигает к достойной цели какое-то чудо, удивление. Дальше. Иван Ефремов, наш знаменитый палеонтолог и очень классный писатель, нераслуженно забываемый сейчас. Да, лезвие бритвы, да, сейчас бы... Очень глубокие, философские, тризовские, я бы сказал, разработки. Был потрясен книгой Жюль Верна. В шесть лет прочитал «20 тысяч лье под водой». Она произвела на него оглушительное впечатление. Будущий палеонтолог и писатель заразился научно-популярными книгами, в которых еще в детстве нашел и свое будущее призвание. Стал палеонтологом, знаменитым. Понятно, да, что хорошая книга может стать источником вдохновения и страсти к познанию, если на страницах книги есть то, что может сильно удивить. Удивить, да. Но, может быть, нам следует постараться, чтобы школьные учебники удивляли интересными фактами, историями, толкованиями. Тем более, что реальная наука ими полна. Вот как раз... Не то, чтобы книги меня в свое время удивили, и вот почему я стал физиком. Я учился в шестом классе, и физика только началась по учебникам, но у нас был отличный преподаватель. Я не назову его учителем, я назову его наставником. Наставничек – это более емкое слово. И вот этот человек, он меня, шестиклассника, звал проводить опыты физические для 10-11 класса. Представляете, какой я был гордый, да? Там силу трения мерили, там много-много экспериментов проводили. Я очень благодарен этому человеку за то, что случилось дальше. А дальше я попал в физмат-школу в Челябинске, а дальше я попал в университет на физфак, ну и так далее. То есть на долгие годы мне была этим наставником поддержана моя вот какая-то жилка. Я стремился всегда узнать технику. Я очень любопытен был и до сих пор любопытен. Но об этом еще скажем подробнее. Наставники. А кто первые наставники у ребенка? Да. Родители, бабушки, дедушки, если есть, даже братья и сестры, если есть. Понимаете? Вот в чем фишка. То есть если в детстве, с самого раннего детства, иногда я слышал такую теорию, что в утробе матери уже надо ей рассказывать будущему ребенку сказки, петь песни, может быть, рисовать, как Хасай Магомедович делает. Эмоции-то передаются. И плоду в том числе. Что сделали дальше мои родители? А может быть, я не так просто пришел в лабораторию, в лаборантскую учителя физического кабинета нашей школы. Они мне подсовывали книжки. Перельман. Занимательная физика. Ну да, я любил это очень. Как сейчас помню. Очень любил. Я все люблю. Многие картинки оттуда помню. Она переиздавалась больше тридцати раз. Очень сильно. Очень сильная штука. А есть занимательная математика. А есть занимательная биология. А есть занимательная астрономия. Представляете? И мне родители. А родители у меня чистые гуманитары. Отец военный журналист. А мама преподаватель русского языка и литературы. А я физиком стал. Это их удивило в свое время. Но они нисколечко не возрывали. Всяко мне помогали. Именно благодаря им. Я вот остался любопытным. Я во-первых стал очень любопытным. Ты же жил в Новосибирске? Когда вот это происходило, я жил в Челябинске. А-а. Где мужики с железными яйцами. Знаете, как говорят про такой город. Когда я ехал в школу, я пытался сосчитать количество труп. Мимо которых я проезжаю. Я тоже. На 70-е я сбивался. Это чисто промышленный город. Я тоже был книжным мальчиком. Я сколько себя помню, я все время читал, 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 читал. Мой братик Марат играл во дворе в футбол. А я все время лежал, читал. До сих пор помню, как у меня спина застывала, что я читал. Потом я сделал себе дома лабораторию. У меня была химическая лаборатория. Когда я взорвался, наконец, у меня висела кожа вот так. До сих пор шрамы остались на руках. И я шел. Я Марату кричал, Марат, подними сюда. Ну, он поднялся, смотрит, я встаю, от меня дым идет такой. Он говорит, ты что, сумасшедший? Я говорю, помоги штаны надеть. Лето было, я в плавках стоял. Летом. Короче говоря, он помог мне штаны надеть. И мы вместе с ним идем. Хорошо в поликлинике Сумена, где-то рядом находилась. Очень хороший был там врач. Она спокойно совершенно меня уложила. Обработала перекисью водорода или еще чем-то она меня обработала. Потом марганцовкой, марганцовкой обработала. И вынимала вот пенцитиком эти кусочки, которые влетели, значит. Я там пестиком ступки размешивал барий, там у меня был, и перманганат калия. Я в какой-то момент надавил, и как дало вот это все. У меня руки так висят. Короче говоря, я когда шел назад, и у меня руки были обмотаны такими бинтами, я не мог опустить, потому что, когда опускал руки вниз, кровь приливала и начиналось. Да, было больно, да. Ну вот, потом мама пригласила химичку нашу, директора школы, чтобы она приехала. У нас школа была химическая, с химическим уклоном, вторая школа в Махачкале. Директор школы была химичка. Ну, и Тамара Тимурна пришла, она на следующий день приехала. Машина, все мои эти химикаты забрали, и в школе было три шкафа химических элементов. Стало четыре, значит. Она меня поругала. Она меня поругала, а я думал, а я троечник был по химии. Такой троечник, вот так я не любил писать вот там всякие формулы. Я думал, она меня похвалит, я дома вся химией занимаюсь. Она вместо этого меня поругала, я так расстроился. А потом прошли годы, и один у Магомедова профессора, учил вот такой профессор у нас в Москве, сейчас она работает. Ну, потом про нее расскажу, очень мощный специалист. Она мне говорит, а ты что, не понял, почему Тамара Тимуровна тебя поругала? Я говорю, нет. А ты разве не знал, что она немножко, вот когда смотришь на нее, немножко косила? Ну, я говорю, да знаю, мы все знаем, Тамара Тимуровна немножко. Так она же взорвалась. Когда она была, говорят, молодой, она опыта, и поэтому она тебе хотела уберечь, чтобы ты этим больше не занимался. Ты представляешь, какие вещи, да? Ну, вот. Вот у тебя тоже случилась встреча с чудом на самом деле. Давайте продолжим. Мотив познания намного сильнее и эффективнее, если он обусловлен, внимание, самим процессом познания. Что такое любопытство? Мы хотим что-то новое узнать, что-то другое новое, что-то третье, постоянно что-то новое узнавать. Независимо от того, независимо… Какой предмет мы изучаем, да, и что нас привлекло. Это очень важно на самом деле. – Подожди одну секундочку, я хочу уточнить. Мотив познания, то есть мне это интересно, независимо от того, поблагодарят мне за это, заплатят мне, или что-то дадут мне за это, похвалят меня за это. Мне это интересно, независимо ни от чего, да? – Да. – Или как это расшифровать, вот эту фразу? – Не, погоди. Мотив – это достойная цель, о которой мы говорили в прошлый раз. – Да. – А путь к ней – процесс познания. Если ты не знаешь, что там дальше, следующий шаг не знаешь, тебе любопытно, как его обеспечить, как выстроить первую ступеньку, вторую, десятую, тысячную, понимаете? К тому, куда ты идешь. Вот это и есть процесс познания. Мотив – это цель, я так понимаю. Вот то, что мы говорили в прошлый раз, достойная цель для человека. – Откуда у людей берется вот эта любознательность? – От природы, от Бога, наверное. – От Бога – это общее понятие такое. Ну, по механизмам работы мозга. Вот откуда берется? Вот, конечно, у него есть генетика какая-то. В генетике он заключен весь опыт предшествующих поколений в его эволюционном развитии. У него есть такой вот геном, такой мощный потенциал творца в человеке. И, видимо, там, когда он сталкивается, как Эйнштейн сталкнулся с компасом, с нечто таким, что не совпало с его представлениями, у него возник вопрос. И он потом пытается все время понять. – Да, до конца жизни пытался понять, но так и не понял. Что ты про Бога сказал в последнее время. – Он как раз расширяет и своего мироощущения, а у него возникает мировоззрение. По мере того, как он пытается понять, сталкиваясь с реальностью, что же это такое. – Насколько я понимаю, насколько я знаю, у любого живого существа, в том числе, конечно, у людей-человеков, есть так называемая поисковая активность. У животных это понятно, они ищут пищу. – Поисковая активность мозга, да. – Вот-вот-вот. Просто надо ее вовремя подтолкнуть, помочь этому возникнуть. – Да, вовремя, да. – Надо еще не гасить. – Да, да. – И не в коем случае не перебивать. – И ни в коем случае не перебивать, да. Чтобы родители отвечали как-то на вопросы. Ну, у детей разные вопросы возникают. Там маленький ребенок может спросить о сексуальности, что-то может быть. – Откуда дети берутся, там всякое такое. – Да, где-то рос до этого. Но надо как-то корректно отвечать, чтобы не перебивать у них желание быть вопросительными. – Да, любопытными, короче. – Да, любопытными. – Вот смотрите, что сказал тот самый автор занимательной физики Перельма. Хотите учить эффективно, сначала удивите. Зажгите факел. О, классно сказано, да. Мы рано перестаем удивляться. Рано утрачиваем драгоценную способность, которая побуждает интересоваться вещами, не затрагивающими непосредственно наше существование. Существованием занимаются животные. У них нет, ну как бы, вот этой поисковой активности есть, где пожрать, да. Как рыбу поймать медведю или там клюкву какую-нибудь, мед достать. Но кроме этого, его ничего не интересно, да. Мы люди, человеки, нам интересно то, что непосредственно не обеспечивает наше существование. Вот эта самая поисковая активность. Вот этот факел надо зажечь и поддерживать. Человеки не только поисковой активности отличается от чего-то, еще и тем, что он способен к идеалу, идеализировать. Он способен мыслить, он способен социумы создавать, прочее, то очень большой пласт. То есть подтверждается вот этими данными, которые я привел, это неполный, конечно, список, что ребенка на путь большого творчества, как правило, увлекает чудо или то, что он воспринимает как чудо. Внимание, родители, педагоги, для вас, ну не знаю, взрыв у Хасая Маганведовича в детстве. Никакое не чудо. Учительница же ему сказала, не делай больше так. Она же сама через это прошла, выясняется, да? Я меня уберечь хотела, да. Да, да, да. Защитить. Но то, что мы воспринимаем как чудо. Я не нашла педагогического в себе таланта, Как это сделать таким образом, чтобы не вызвать у меня огорчения, а наоборот, ну как-то не хватило ее, наверное. Наверное, за беспокойство. Ну бывает такое. Бывает. Да, не всякие мысли приходят вовремя, да. Так вот, Иоанн Шулер подчеркивает в своей работе, что в возрасте 4-6 лет, это начало, у многих детей происходит необычное, ошеломляющее событие, которое иногда формирует интерес для будущей жизни человека. Нельзя ждать и рассчитывать на то, что ребенок встретится с чудом сам по себе, что ему повезет. Надо организовать такую встречу в процессе его воспитания. Слушай, я это могу делать. Супер. И Тарда, знаешь как, я пошучу сейчас. Да ради Бога. У меня есть нарды, от нарды зарики такие, там поворачиваешь 6, 4, 3, 2, 1, да. Я вот так беру, вот так вот, поворачиваю, говорю, сколько там. Ну, здесь, например, 6, поворачиваю, там 1. Потом снова поворачиваю, 6, потом 1. Потом снова поворачиваю, 6. Потом я говорю, держи пальцы, чтобы я не обманывал. Ты держишь пальцы крепко. Я говорю, вот я сейчас поверну, сколько там будет. Ты говоришь, ну, естественно, 1, я же контролирую. Я поворачиваю, а там 3. А это фокус. Потому что я оказываю... Фокусы – это отдельная тема про любопытство. Ну, я же разрываю шаблон, я после этого замечаю. Вот у меня гость сидит, я говорю, хочешь фокус покажу? Я говорю, прямо на твоих глазах. Вот ты держи, держи. Он держит, я поворачиваю, там другая цифра. Он говорит, как ты это делаешь? Я говорю, дело в том, что я первые 3 раза тебя обмазываю. То есть, когда я первые 3 раза поворачиваю, я перекручиваю. А последний раз я делаю правильно, когда ты контролируешь. А если я ему не объясняю, да, вот мы чем бы потом не занимались, еще полчаса, час, что-то мы разговариваем, а он время от времени западает куда-то, задумывается. Ломинанта у него создалось. Включилось. Продолжает там, продолжает там думать, как же я это сделал. Так это используется для того, чтобы манипулировать. Да, совершенно верно. Это используется. В некотором смысле. Да, 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 разрыв шаблона. Встреча с чудом для ребенка, организованная родителями, которые знают, почему это происходит, туда-сюда. Ну, отец Эйнштейна, наверное, знал про магнитное поле. Что мы-то знаем, куда стрелка показывает. Это в некотором смысле манипуляция. Но она, ну, как сказать, это неправильное слово. Это выход, помощь ребенку выйти на его путь. Нет, это да. Смотрите, погоди секундочку. Ведь мы никогда не знаем, на самом деле, вот ребеночек родился, мальчик, девочка, неважно на самом деле, кем он станет. Для чего ребенку покупают погремушки. Во-первых, это зрительные, яркие образы, как правило. Ну, всякие там игрушки, понятно, да. Звук. Для чего ребенку подарили пластилин? Чтобы он измазал всю квартиру пластилином? Или чтобы попробовал? А вдруг скульптором будет? Для чего барабан? Для чего всякие музыкальные флейты там, ну, пищалки? Для чего? А вдруг музыкантом станет? Для чего Хасаю в детстве подарили краски? На старости лет, грубо говоря, да? Ну, уже выше среднего возраста, я его так называю. Он берет и рисует. Вы видите эти картины? Тогда же было, наверное, Хасай. Было такое? Краски тебе подарили? Да, было, конечно. Но у всех, да. У всех детей шансы есть. И просто каждый родитель, поскольку неизвестный, и наука не может предположить, кем станет этот человечек, да, пробует разные варианты. Все нормально, он пробует, что-то получается, что-то измазал с фломастером и списал обои, то, все, пятое, десятое. Но обратите внимание, ребенок пошел в детский сад, во-первых, он гораздо меньше находится дома, да, с родителями, близко, с близкими людьми, которые его любят, там, ценят и помогают ему. А в детском саду 25 ребятишек, группа, один воспитатель, одна нянечка и методичка, как их учить и чему. И там, если мальчик Вася носится по всей группе, да, а он кинестетик, или как это называется, да, его наругают, поставят в угол. Если он изрисует фломастером общественные обои, да, уже не в комнате папы-мамы, или в своей детской, а в детском саду, по попе и в угол, и родителям нажаловаться, понимаете? То есть теряется индивидуальность вот эта самая, она приводится, методичка приводится в русло, общепринятое. Любознательность и мечтательность нельзя перебивать. Сейчас взрослые люди, вот, например, дама у меня недавно была, она очень больной человек, инвалид, ну, и в больницах много раз лежит. Я ее вытаскиваю сейчас за счет того, что я ее научаю заново мечтать. О, отлично. Она в какой-то момент перестала мечтать, она болеет, она занята только тем, что ее психо занята, загружена только болью, неприятными ощущениями и так далее. У меня тоже масса болей и так далее. Но я все время занят любимым делом. И через это я вот эти руины болей, отвлекаюсь от них, потому что все время занимаюсь любимым делом. Я недавно понял, что если я не занимаюсь любимым делом, я все время гружусь этими болевыми ощущениями. Они мне мешают жить. Я не пью лекарства никаких, потому что на них подсядешь, и потом еще хуже будет. И поэтому я справляюсь без лекарств, но при этом я все время занят любимым делом. Потому что если нет любимого дела, если нет у меня такой возможности, не только рисования, я там готовлю мастеров спорта на соревнованиях, я там готовлю петь людей, чтобы снимали они зажатости. Я много чего делаю в интернете. Но все время я делаю то, что мне нравится. Поэтому мне кажется, если человек найдет свою достойную цель, как ты говоришь, ради чего он живет, как Атшуллер это определял, как формулировано у него было, у Атшуллера, достойная цель это какая? Направленное развитие человечества. Ты можешь его формулировку? Она у тебя записана где-нибудь? Не-а. Я в прошлый раз ее говорил. Но там шесть признаков. Ну хорошо, мы в следующий раз. Можно там пересмотреть тот ролик, и будет понятно. Я хочу вам еще, тем, кто заинтересован в развитии своих детей, да и в своем собственном, несколько направлении. Где искать? Где чудо-то искать? Его характеристики, они какие? Необычность на фоне привычной среды. Альбертик Эйнштейник привык, что вот толкнешь стул, он поехал, пнешь мяч, он полетел, да? А здесь стрелку никто не трогает, а она показывает всегда в одном направлении. Необычность. Необычность, да. Не укладывается. Вот фонтан. Тысячи людей, миллионы проходили мимо фонтанов этих. Но только один Эйнштейн, да, и потом эта девочка-журналистка стали качать головой и ловить радугу. На самом деле вокруг, в природе, на фоне привычной среды бывают такие явления. Ну, например, гало. Знаете, что такое? Это когда специальное есть, ну, случайное распределение каймаликов льда или капель дождя, и вокруг Солнца появляется еще одно круг такой. А бывает так, что Солнце распадается на три Солнца. Чудо! У меня даже недавно это было в Новосибирске. Я даже сфотографировал, где-то есть фотография. Это редкое очень явление, поэтому я схватился за фотоаппарат и быстренько сфотографировал. Необычность на фоне привычной среды. Не одно Солнце, а три. Ну, оптический эффект, оптический, да. Следующая очень важная штука. Не игрушечность, а всамделишность. Гало – это не игрушка. Компас – это тоже не игрушка. Без компаса что бы делали мореходы? Представляете, да? Как бы строились карты, как бы строились маршруты, самолетов, судов, космических кораблей. Никак. Близость к границе познания. Следующий пункт. Или близость к общепринятым пределам человеческих способностей. Чем хорошим с его теорией относительности? Он переступил тогдашнюю границу познания. Это не значит, что он все открыл, как многие считают. Все готово. Теория относительности. Общая теория относительности. Скоро света постоянно. Он пришел к границе. Переступил ее. Это не значит, что это последняя ступень. За ним идут, и вопреки ему, кстати, чаще всего, идут всякие эфирщики. Ну, про теорию эфира, которую я поддерживаю. И не факт, что ее нету. Наш Дмитрий Менделеев был не глупее Эйнштейна, мягко говоря. А у него перед водородом стоял нулевой элемент. Эфир. И только когда Эйнштейновская теория пробила там всякие каналы, этот элемент убрали из таблицы Менделеева. Это вопрос очень такой. Такой вопрос очень, да. Это я понимаю. Это граница познания. Я про это и говорю. Ну, близость к границе познания. Следующее. Близость к индивидуальным наклонностям ребенка. Вот я уже говорил, да, что погремушки, пластилин, краски, фломастеры, музыкальные инструменты. Это как раз попытка методом проб и ошибок, но наука не может предсказать. Выявить предпочтительные качества, которые врожденные, которые от родителей через гены передались. Еще что-то в этом направлении. То есть, выявить индивидуальные наклонности ребенка очень важно, как вы поняли, от 4 до 6 лет. Самое вот такое время. На самом деле и раньше можно, и позже, я думаю. Ну, я вот стать физиком решил в 10 классе. У меня 11 лет. Была школа 11 лет. И последняя системная связь с предыдущими и последующими чудо-событиями в жизни. Вот увидел радугу, увидел гало. Яков предсказал катастрофы во Франции и на Кубе. Это линия же, понимаете? Поэтому с раннего возраста, с 4 лет, надо, чтобы ребятишки разные книжки читали. Черт с ним сейчас гаджеты. Пусть смотрят разные фильмы. Фильмов много хороших и познавательных. Правдивых вполне. Правильных. Я про всякие каналы обучающие, Дискавери и прочие дела. Я о том, чтобы не в стрелялке надо играть ребенку, а смотреть видео про природу, про физические явления, химические явления и прочее. Любопытство, чтобы удовлетворять. Есть хорошие такие, да, сейчас? Есть, да. О том, что время грозят нас и грозят, что вот этот ТикТок, к тому, что вот время на чем-то сосредоточится, что им нужны только развлекалки, какие-то стрелялки. Нет, в том-то и ущербность нашего образования, нынешнего образовательного процесса. Потому что, ну представьте, дистанционно выявить близость ребенка к индивидуальным способностям. Ну как это? Дистанционно. Это я занимаюсь. Это ты занимаешься, да. Ну я немножко, когда провожу семинары, я там выявляю, ну как бы, какой канал передачи информации предпочесть для данного человека. Кто-то мыслит образами, кто-то слышит слова, кому-то надо пощупать. Ну, олимпийские всякие эти штуки. Я належал, я не знаю. Что же еще может стать чудо-событием для ребенка? Общение с природой, я уже сказал, и отдельными явлениями. Произведения культуры. Не только книги. Картины, скульптуры, архитектура, история. Понимаете, да? Конечно. Ну, дальше, конечно, упоминаются книги, статьи талантливых людей. И дальше про наставничество. Про сказки, которые мы детям рассказываем. Про песни, которые я поем. Рассказы, беседы, лекции красноречивых творческих личностей. Вот Альшулера, если посмотреть его, у него единственный фильм документальный про него снят. Он у меня есть, кстати. То это, ну видно, что этот человек очень увлеченный. Очень классно рассказывает и глубоко понимает то, о чем он говорит. Ведь множество же всяких прохиндеев, которые слышали что-то, там, ну не знаю, про НЛП. И вот обучают теперь за деньги, как правило, на НЛП. Хотя никакой практического опыта не имеют. НЛП должны обучать бывшие разведчики и шпионы. Люди, которые это прожили, которые знания вот этим, жизнь спасли в какие-то ситуации. Понимаете? И самостоятельная взрослая деятельность и ее результаты. С самого детства, с четырех лет, чтобы ребенок делал что-то в самом деле шная. Желательно ручками. Ну если ручками еще не умеют, то пусть учатся. Я помню, лобзиком выпиливал все время. Я тоже. Стояльником работал постоянно. Конструктор делал. Я даже делал маленький инкубатор в коробке. Цыплят выращивать. Но у меня не получилось, потому что я не мог найти градусник, который там надо было столько-то дней одну и ту же температуру поддерживать. Как под курицей. Нет, получилось. Не было того у меня градусника. Ну это бывают такие, они просто отключаются, когда температура выше и вся. И включаются, когда ниже. А можно очкаление мешало, да. И последнее, что я хочу вот в этом ключе подчеркнуть, что основой механизм формирования достойной цели, о чем мы говорили в прошлый раз, является неоднократное повторение циклов взаимодействия ребенка с наставником. То есть, это не разовое событие. Если уж вы хотите, чтобы он выбрал какой-то свой путь, то и помогайте ему. Пускай сначала методом прошибок, раз другого нет. Пусть это попробует, пусть другое попробует, пусть третье попробует. Понимаете? И уже где-то к подростковому возрасту, к окончанию школы, человек самостоятельно сам выберет, в какой вуз ему поступать и так далее. То есть, все, как я говорил, на самом деле должно происходить, чтобы в детстве, чтобы вы нащупали у ребенка его индивидуальные наклонности, а дальше развивать эти наклонности и помогать ему выйти на свой путь. Это специальный разговор. Мы с тобой в следующий раз как-нибудь сделаем, да? Потому что... Ну, я еще пару моментов хочу подчеркнуть. Вот насчет взаимодействия с родителями, с наставниками. Выявление естественных наклонностей у ребенка, наставника, посредством наблюдения за его интересами и дальнейшее их развитие. А как иначе? Любит ребенок лепить из пластилина? Понятно, конечно, без наблюдения никак. То есть, это длительный процесс. Нельзя сделать там... Подкрепление подкреплять. За один день подкреплять, подкреплять. Да, конечно. И как бы искусственно, вы-то, родители, наставники, должны понимать, как ребенка помогать ему. Как бы искусственно, как бы формирование интересов ребенка, наставника, посредством специальной системы воспитания. Вы не поверите, но я сейчас этим и занимаюсь. Я физик, буду, уже начал и буду продолжать заниматься системой воспитания. Не педагогическим процессом. Не дистанционным обучением. Ну-каш, 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 ну-каш. А это мы с Ириной Каханой делаем. Мы об этом говорили. Мы еще приедем с... Еще что-то поговорим от меня, да. Да, 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 хорошо. Теперь требования к наставнику, оказывается, есть. Ведь наставник, бандит, может... Бандит может быть наставником? Преступник, может быть наставник? Откуда мафии берутся? Откуда коррупция берется? Которая падает, может быть учителем. В индийской все есть в философии, что когда ученик дорос, учителем может быть все. Да, конечно, может быть и тараканы, и лампа, которая разбилась учителем для человека. Врыв. Конечно. Конечно. Ну, наставник это вот Виссарион. У нас было так принято в Советском Союзе. Наставник на предприятии, допустим, стала литейная промышленность. Да. У молодого рабочего были наставники. Это как-то... Это надо возрождать, иначе Россия не поднимется. Да. А сейчас у нас духовные наставники. Духовные это какие? Тоже, да. Ну, есть вообще-то такие вот... Обычно для мальчиков дяди были, дяди свои. Дядька, да. Папин брат или мамин брат был для него примером каким-то. Да, да, да. У каждого там по-своему это все происходит. Да, это... То есть надо в ближнем окружении создать вот эту среду, которая поддерживает ребенка в его любопытстве для начала. Любопытство – это же тоже выявление наклонности, способностей. Понимаете? Чем он больше интересуется? Да, конечно, конечно. Физикой или девочками? Вот и все. Да, это хорошо бы вместе, да. В разное время, да. Ну, конечно, конечно. Дальше. Требования к наставнику. Ну, это, как сказать, основные такие, рамочные. Нельзя сказать, что там конкретно и так. Но есть общие вещи, без которых наставником быть, ну, не должно и не желательно. Обладать высокой нравственности, в том числе, как минимум, талантливое творческое мироощущение. Взаимоотношения с воспитанником строить на основе товарищества и любви. Призновлять и обеспечивать свободу развития ребенка. Вы не представляете. Вот я когда поступил в физмошколу 31 в Челябинске. Это был в девятый класс. Отбор, конкурс, туда-сюда. И вдруг заходит учитель всех нас, ну, перекличка, и называет. Сибиряков Виссарион Григорьевич. Это я. Я встаю, опупевший, потому что меня впервые по имени отчеству учитель назвал. И дальше, девятый, десятый, одиннадцатый класс, учителя к нам обращались только на «вы» по имени отчеству. Это не как там, в восьмом классе. Эй, Сибиряков, в доске. Понимаете? Понятно. Но у вас мальчик и девочка отдельно учились или нет? Нет, вместе. А то у меня товарищ был, он базарный. Он пытался разделить мальчиков и девочек. В классах он говорил, девочка, она должна быть матерью. Потом мальчик должен быть защитником. Они должны учиться в разных классах. Но он придумал великую вещь. Как Пушкин описал стоя, так сказать. А не только сидел. Базарный придумал великую вещь. Давать детям немножко двигаться. И придумал вот этот... Отлично. Человек мог, устал сидеть, за партой встал и стоя пишет. И разные такие штучки придумал, чтобы, внимание... Он офтальмолог был, профессор. Человек базарный был. Ну, очень интересный человек. Но вот то, что вот он делил мальчиков и девочек. И много-много его последователей, которые считали, что в этом логика есть. Я считаю, что логики в этом нету. Потому что, когда мальчики и девочки вместе учатся, мне кажется, у них больше происходит взаимоопыта. Потому что, когда они отдельно учатся, это вот больше себя фантазируют про девочек. Да, да, да. Про мальчиков немножко ненормально. Ну, был же Смольный институт благородных девиц. Там был Пашеский корпус, где Пушкин там, по-моему, что-то был. Ну, и всякое такое, да. Я не думаю. Вот смотрите, природа же, она не дура, да. Вот в селах живут и мальчики, и девочки, и дяди, и тети, и бабушки, и дедушки. Это же не просто так. Да, конечно, все это не просто так. Это же... Что больше искусственности от ума мы вносим, от нашего ума. Вот как тропинку протаптывают. Когда человек смотрит там в парке или где-то, как тропинку, естественно, протаптывают, и там дорожку кладут, это бывает более правильно. Чем когда человек думает, где бы тут тропинку сделать, понимаешь? Ну, мне кажется, надо у природы учиться. Конечно. И вот заключение того, что писал Иешури. Ученик, сказавший саму себе, ух ты, желающий разобраться, понять причины удивительного, это и есть идеальный ученик. Его не нужно заставлять и наказывать. Он сам все будет делать. И он интуитивно сначала, а потом понимает ценность знания полученного. Не важно, что я никогда не занимался химией, как Хасай Магомедович, но я про химию знаю, особенно про современную. Работа такая. Я никогда не занимался медициной, но я решал задачи для хирургов по-тризовски. 50 изобретений за полгода для спинальников, у которых травмирован позвоночник, и надо что-то как-то помочь людям. Вот и все. Но эти знания, они как бы создают такую среду, здесь вот, слышите, как звучит, в башке, которая стремится к познанию нового. Я не могу не читать что-то новое и интересное. Я люблю учиться. Мне 75 лет недавно исполнилось. А я люблю учиться. Правда, в некоторые отрасли мне уже, наверное, трудновато сунуться. Чисто по здоровью. Ну, давайте подведем небольшие итоги от того, что мы с Хасарием Магомедовичем рассудили. Удивление. Важнейший фактор мотивации обучения и познания. Удивить, зажечь факи. Вот замечательная аналогия, метафора. Второе. Развитие общества приводит к отрицанию силовых инструментов мотивации к учению. Отрицание силовых. Я тебя заставлю. Ну-ка, быстро сделай домашнее задание, а то по попе или в угол. Вот это вот все. И плюс еще, особенно, когда это все дистанционно. Современная система образования отстает от требований изменившегося мира. Я не против дистанционной информации, передачи информации. Ну, это как дополнительный ресурс, конечно. Как ресурс, который появился. Не было его 20 лет назад. А 30 тем более. А когда я учился, 50 лет назад, закончив университет, об этом вообще не мечтали. Это даже в фантазиях не было. Обратите внимание, появление интернета. Это надо разрабатывать. Не так примитивно, как сейчас продают. Да, да. Это надо разрабатывать, потому что и на дистанционном обучении можно очень хорошо учиться. Если это все делать правильно, органично, соответственно, задачами и особенностями обучаемых. Ну, давай, допустим, домашнее задание, очное обучение, домашнее задание, пользуйся всеми инструментами. Я когда экзамены проводил по ТРИС, я говорю, доставайте свои конспекты, пользуйтесь. Хоть будете знать, на какой странице. И давал задачи, решали ребятам. Он тут говорит, я, например, например, я не за то, чтобы человек только дистанционно обучился. Ни в коем случае. На человеческое общение тоже. Это невозможно. Да. Я вам поделюсь своей, как бы, печалькой, да. Я тут болел довольно долго, и отчина никуда не мог ездить далеко. А в Новосибирске, как бы, заказов не было. И по ТРИС никто не заказывал работы по обучению ТРИС. Я пытался провести раза три или четыре даже дистанционное обучение. ТРИС дистанционно обучать невозможно. Я должен смотреть в глаза этих слушателей. Они далеко не дети. Там главные инженеры. Слушай, я не знаю, дистанционное, что ты имеешь в виду? Вот я, например... Ну, как вот на карантин всех выгнали и дистанционное обучение. О, свободно. Любого человека дистанционно могу выводить из стресса, из панических состояний, из психосоматических нагрузок и так далее. И восстанавливать его. Совершенно свободно. Нет, это понятно. Я должен его... Я же сам... Ты же меня самого вылечил, знаете, с этой болячки. Я должен... Но в другом, глубинные вещи понять. Человек же повторяет. Ты ему говоришь, делай так, делай так. Физику, грубо говоря. Физические движения. Конечно, ты ему закладываешь в мозги, что его психическая инерция должна... Ты говоришь, вот я не могу понять. Я, например, помогаю человеку встать на ноги. Вот он лежал, он не мог, он был в больнице. Я помогаю ему несколько раз. Мы встречаемся в интернете дистанционно. И он встает на ноги. И петь начинает, и плясать начинает, и удивляется. Вопрос в чем? Это же дистанционно? Это со взрослыми. А ребенку в 4 года ты дистанционно покажешь радугу? Она другая. Подожди, 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 подожди. Встреча? Зависит от того, что ты ему даешь. Да. Но если радугу показывать, конечно, я ему так не могу показать. Это зависит, чему учить. А мы же говорили раньше, что надо встречать, на природе надо искать, подталкивать ребенка к этому. И почему наставник, самый главный родители? Почему ты трезвый не можешь по дистанции обучать людей? Получается так, что, во-первых, это должен быть диалог. Да ну вот же диалог, мы с тобой разговариваем. Мы с тобой разговариваем, все нормально. А какая разница? Но при решении задачи, мне еще надо видеть картинку, мне надо видеть чертежи, а лучше всего, если я приду на предприятие и увижу. Это совершенно другой вопрос. Я про это имел в виду, извини, если я не про... Это другой вопрос. Потому что мы... Я говорю о том, чтобы передать знания человеку, которые я могу ему передать непосредственно, когда он сидит рядом со мной, я могу ему передать и вот так. Просто для этого надо немножко поработать, подумать, как это лучше сделать. Видел, здесь вон книги стоят, там мои, там десятки книг моих. Он сразу подошел, посмотрел все эти книги. Ой, сколько вы написали. Да еще на английском, да еще на французском и так далее. Я говорю, ну и что? А если бы я с ним вот так разговаривал, он бы не видел эти книги. Это другой вопрос. Если мне надо ему книги показать, мне не надо его приглашать. Я могу отодвинуть эту картину и показать эти книги. То есть надо просто это продуманно все делать. И тогда можно дистанционно отдать ему информацию. Может быть. Согласен с тобой на самом деле. Может быть, это моя психическая инерция, мои стереотипы. Я 30 лет преподавал в аудитории, с людьми общался. Я покажу. Там еще есть что? Надо людей в группы объединять иногда. А как дистанционно в группы объединять? Я провожу, знаешь как? Я в Чикаго проводил, для института психоанализа. По интернету. Три занятия провел по часу-полтора. И научил их методу саморегуляции ключ. Из переводчика. Переводчик переводил. Это хуже всего. Это я вообще не могу. Ну, в принципе, я говорю, в принципе, я в Москве, команда в Чикаго, я их обучаю. Получилось же, прекрасно все получилось. А я сейчас в Питере обучаю людей. Сейчас. Просто для меня это непривычно, наверное. Это психическая инерция моя лично, я понимаю. Наверное, можно подумать, как это сделать. Все зависит от того, какие инструменты мы при этом используем. Вот я сейчас отодвинул картины. Вот мои, если я хочу, книги показать. Вот они. Книги, пожалуйста, вот. Я могу показать еще что-то, еще что-то. Картины показать. Это зависит от того, что мы хотим. Да, согласен. Мы зря спорим, потому что мы спорим в одном и том же. Как говорится, уж извините за вольность. Те же яйца, только в профиль. Понимаете? Вот и все. Заключение, коллеги. Время кончается у нас, наверное. Я бы хотел сказать несколько слов о психической инерции, которую я, как я сейчас убедился, в споре с Хасаем. Не в споре, а в дискуссии с Хасаем Магомедовичем. В споре рождаются, если на это правильно. Да, что у меня у самого есть эта психическая инерция. Она есть у всех. Это стремление, как бы, с одной стороны есть поисковая активность, и она с годами уменьшается. Вот так вот, да? А есть стремление к стабильности. Консерватизм нарастает. Это, наоборот, увеличивается. Понимаете? Поисковая активность, ей мешают чаще всего те, кто постарше. Вспомните Леонида Ильича Брежнева, кто помнит. Я помню. Я очень хорошо помню. Я помню, как он пришел к классу в 64-м. Помню, как ушел. Я на его зеле ездил на запасной машине. Смотрите, вот когда мы куда-то стремимся, решаем задачу, решили, выдаем решение, а начальство говорит, да иди ты, это все было, это все неправильно, это нам не нужно. Это означает одно, что человек, который не хочет разобраться в решении, которое, например, наверное, психологи, не все согласны с концепцией, которую продвигает Хасай Магомедович. Так ведь? Есть противники? Поэтому не согласны. А кто знает, согласны. Ну вот и все. А кто не знает, те не хотят знать, они не интересуются просто. Они тем более не согласны. Ну и вот, смотрите, что происходит. Есть замечательная поговорка русская. Мудрость приходит с возрастом. Это правда. Посмотрите на Хасая Магомедович. Это мудрый человек. Я вот оксакал, как он меня и меня возвал в свое время. Так? Но не всегда. Иногда возраст приходит один. Понимаете? Вспомните Политбюро последнее. Средний возраст 73 года. Мать твоя Родина. Академию наук современную, сегодняшнюю. Посмотрите, средний возраст. Это за 70. У меня друг был Константин Васильевич Фролов, вице-президент Академии наук. Потрясающий умница. Потрясающий. Директор Института машиноведения Академии наук. О, какой был. Я его в последний путь провожал. Ты представляешь, я сидел у него на даче. Мне Полилов наш профессор позвонил, говорит, поезжай ему, помоги. Я приехал к нему на дачу, он лежит бедный. Его в Германии там от онкологии облучали, его переоблучили, перехимизировали. Ему так и сказали, мы ошибку сделали. И вот он лежит, значит, и я ему говорю, сейчас я помогу Константину Васильевичу, чтобы вы, говорю. Говорю, это я сейчас заканчиваю. Это чтобы вы, говорю, я-то думал, страдает там. Я говорю, чтобы вы меньше переживали. Ну, я как врач там пытаюсь как-то. Я говорю, смотрите в точку там, поморгайте быстро глазами. Потом отпустите взгляд, отпустите мысли на самотек. Сейчас голова станет пустая. Он засмеялся и говорит, а у меня голова всегда пустая. Замечательно. Редкое свойство. Ой, такое, ну, Академия, ну, потрясающе было. И так запомнили, да, что возраст иногда приходит один без мудрости. И последнее, на что я хочу обратить внимание. Мы, наверное, с Хасаем Абегамедовичем сделаем отдельный ролик на тему психической инерции. Да. Психическая инерция. Знание, что она существует, уже освобождает от нее. Вот мне сейчас Хасай сделал замечание, да, что вот надо по-другому подавать видеоматериал. Я согласен, я пока по-другому не научился. Научат, буду делать. Хочу сказать, что сейчас мы проводим эксперимент с моим одним учеником. Он, он в Питере, работает с группой, а я сижу дистанционно. И когда надо, встреваю. Вот это получилось классно. Ну, вот видишь. Компания огромная, богатая. Слушай, ты столько изобретений сделал. И как раз-таки ты говоришь о том, что я не знаю, как вот это сделать. Ну, просто психическая инерция. Подождите секунду. Это зависит от того, что мы не задались этой задачей. Не возник от этого. Абсолютно правильно, да. Попробовал, не получилось. Ай, Хрис. Психическая инерция. Последнее, что я хочу сказать. Психическая инерция бывает опасна. Очень опасна. Вот смотрите. Я заядлый турист, путешественник. Что мы делаем, когда с ночевки снимаемся? Мы тушим костер. Чем тушим? Водой. Правильно? Из ближайшего очка набрал, затушил, закопал. По-хорошему надо закопывать кострича. А если горит электрический трансформатор под напряжением? Мы, психическая инерция, так работает, что мы хватаем ведро с водой и льем на трансформатор. Смерть такого человека обеспечена просто. Потому что вода проводник. И все напряжение, вся мощность этого трансформатора высаживается на тело человека, который это сделал. Все. Слушай, я же готовил этих людей, диспетчеров, на случай аварийных ситуаций, на атомных станциях и на электростанциях. Я это все хорошо знаю. Ну, так ты-то знаешь, я знаю. А туристы, которые не электрики, не знаю. Я хочу это... Это знаете, почему происходит? Есть такая поговорка у тех, кто не хочет учиться, тех, кто не хочет решать задачи, и тех, кто не любопытен. Прихожу, спрашиваю. А почему вы так делаете? Вижу, что неправильно, неправильно. Ну, грубо говоря, ну, не водой тушат трансформатор, ну, что-то неправильно, неэффективно, не идеально по-триски. А мы всегда так делали. Я понял. Человек 30 лет на своем рабочем месте, он всегда так делает. Приходит Виссарион Сибиряков, мастер-триск, кандидат наук, и говорит, здесь неправильно. Что? Как он реагирует, если к нему мудрость не пришла за эти 30 лет? А пошел ты. Я тебе одну вещь скажу. Вопросительность человека, любознательность. Потом учительство. Учительство правильное. Потому что я помню, как я терпеть не мог анатомию, когда учился медленнее. Ну, просто терпеть не мог. Ну, даже все эти вырезки, там, суставчики, все на латыни, да по-русски, да там все эти мышечки, все это знать. Ужас какой. Я хотел психологии, психиатрии. Ужас какой. Ну, однажды, однажды, когда я уже давно закончил институт, я попал на повышение квалификации, и вдруг у нас произошел случай. Пришел анатом, профессор, из другой аудитории, которого попросили подменить какого-то профессора у нас, и он рассказывал анатомию. Он так ее рассказывал. Вот я сидел, заслушался, как будто вот вселенную я видел. Вот как вот... Наставник настоящий. Это настоящий, да. Вот поэтому зависит от самого ученика, его любознательности, и от учителя тоже зависит. Это от наставника, как ты говоришь. Это, как говорится, улица с двусторонним движением. Ну, конечно, больше всего зависит от ученика, потому что я знаю много семей, где не отвечали на вопросы ребенка, где его били за его вопросы, потому что он мешал там родителям, или еще что-то такое. И он вырос таким необыкновенно мудрым. Ну, я знаю и таких, и таких, и таких. Понятно, статистика. А есть такие, которые вообще все на ребенка все делают, а он никак. Оказывается, у него там родовая травма, или еще что-то, у него вся энергия мозга уходит на выживание. Это очень большой, комплексный, системный вопрос. Согласен. То, что мы с тобой сегодня затеяли этот разговор, очень важный, потому что именно ты, мастер ТРИС, который занимаешься разработкой изобретательской задачи, и мы вместе с тобой будем обучать сейчас изобретательскому мышлению, может быть, мы будем делать и в открытых ликбезах бесплатных, и в закрытых вебинарах, потому что мы не всех туда будем пускать. Это очень важно, потому что некоторые вещи мы будем давать, такие вот, ну, как бы закрытого типа. Хорошо. Я хочу тебе... Я закончил. Да, спасибо, Виссарион. Я хочу тебе сказать, что мне кажется, как говорил Ленин, архиважным именно сегодня. То, что мы с тобой затеялись сделать несколько вот таких встреч, что ты нам помогаешь, это очень важно, потому что сейчас очень много родителей в замешательстве находятся, очень много подростков в замешательстве находятся. Как же все-таки развиваться, как же все-таки учиться, потому что, с одной стороны, вот ты сказал, что есть очень интересные занятия, которые можно в интернете увидеть. И ты сказал. Я даже и не знал. Я все время слушаю о том, что ТикТок там всем людям голову морочит, не дает там, кроме одной-двех минут, там каких-то глубоко продумать не дает. Книжки люди не читают, потому что времени нету, там еще что-то. Оказывается, есть что-то, да? Есть, есть. Ну так скажи еще раз, потому что, мне кажется, это очень важно, потому что... По-моему, Дискавери канал, телевизионный канал Дискавери, а в интернете, ну на любую тему можно найти сейчас информацию. Почемучки найдут. Почемучки найдут. Самое главное, что... И по физике, и по химии, по биологии, по психологии много. Но здесь есть одна трудность, я бы даже сказал опасность. Потому что столько информации вывалится, и правду от лжи не отличить. Вот сейчас идет у нас СВО, да? Читаешь нашу информацию, или наши каналы смотришь, одна информация. Читаешь другую информацию, ну противника, условно скажем. И они разные. Кто прав? Вот для этого и нужно системное мышление. И достойная цель должна быть у каждого. И куда? И с кем? Вот сейчас мы с тобой пришли к формулированию главной задачи, как работать человеку в условиях неопределенности, на что опираться, на что опираться. У меня есть в этом отношении и технологии, и концепция, и методология. Все это есть, и мы в следующие разы об этом поговорим. Как же человеку при массиве информации, противоположной, что опереться, что взять за правду, что неправду, как это отличить одно от другого, что есть хорошо, что есть плохо, и что есть... Правду от фейка. От фейка. И мы в следующие разы об этом будем говорить. Я этим пытаюсь подытожить, о чем мы будем говорить в следующие разы. А ты, пожалуйста, Виссарион, в следующий раз еще расскажи нам немного о том, как ты создавал программу помощи инвалидам. Хорошо. Все. Договорились. Спасибо тебе, Сергей. Мне спасибо. Спасибо. Спасибо зрителям. Да, зрителям. Удачи всем. И любопытства. Желаю всем любопытства. Омафатурус. Спасибо. Я недавно убедился, лучшей нашей школы на планете нету. Потому что мы даем уникальный контент, мы даем людям научиться управлять энергией стресса, использовать страх, использовать неопределенность, как стресс-трамплин для решения ранее недоступных задач. Это очень здорово. Поэтому я тебя попросил, и очень тебя благодарен, что мы с нашей школой общаемся не просто так, с людьми, так сказать, которые просто любители, а именно с высочайшими профессионалами. В данном случае, как Виссарион, Мастер Трис. А мы еще и Калошина пригласим, да? Да, конечно. И Ирина придет, да? Хорошо. Я тебя обнимаю. До встречи. Спасибо. Спасибо тебе большое. До свидания. До встречи. До встречи.